Громкие заголовки, нелицеприятные отзывы и даже угрозы. Уже месяц на различных площадках в сети кипят страсти вокруг саратовского кинолога Екатерины Потаенко. За ее плечами многолетний опыт работы с собаками. Воспитанники возглавляемого ей учебно-тренировочного центра завоевывали награды всероссийских соревнований. Страсти разгорелись в начале января, когда в руки Екатерины попал доберман слайд. На самом деле ситуация абсолютно линейная, абсолютно рядовая, ничего в ней сверх какого-то такого нет. Обычная сложная ситуация, собака, которая выросла, заматерела и начала проявлять свой характер в семье. И владельцы обратились ко мне как к специалисту. Первое, с диагностикой понять вообще, что с собакой, как с собакой вообще, определить, опасна ли она, не опасна, можно ли с ней вообще жить. И если можно, что нужно сделать и как с ней вообще работать дальше. И наладить дальнейшую жизнь, то есть если это возможно. Собственно говоря, для этого собаку передали мне, потому что ситуация была достаточно уже такая запущенная. То есть собака атаковала владельцев, то есть уже представляла угрозу членам семьи. Это кадры, которые Екатерина публиковала на своей странице ВКонтакте. Людей, называющих себя зоозащитниками, возмутили методы, которые кинолог применяла к крайне агрессивному псу на первых этапах общения. Начать нужно с того, что сама по себе собака, любая, это по факту объект повышенной опасности. То есть нет собак опасных или не опасных. Есть собака, она относится к хищникам, псовым, для которых абсолютно естественно использовать в своей жизни зубы. Это нормально. Собаки животные стайные и в своей стае достаточно жестко могут выяснять свои какие-то отношения. Это первое. И происходит подмен понятия в том, что многие начинают относиться к собакам, неважно, к домашним, бездомным, как к некому члену семьи и наделяя его, по сути, другой биологический вид теми качествами, которыми они не обладают в силу своего национального отношения к этим животным. И когда мы говорим о собаке, как о другом биологическом виде, в ее подготовке, когда мы дрессируем собаку, у нас есть различные инструменты. Эти инструменты, они не имеют у национальной краски. Там не электрошокер, а электроошейник, который имеет несколько видов воздействия. Звук, вибро и ток. Используются электроошейники, строгие ошейники, удавки, мягкие ошейники, шлейки, намордники, лакомство, похвала, игра, мячик в игра. Это всего лишь инструменты. Они не могут быть плохими и хорошими. Это инструменты, которыми нужно уметь управлять. Я, знаете, какой я всегда привожу пример? Докторов. Если мы, например, увидим доктора или врача, который делает массаж грудному ребенку, и просто зайдем и увидим, как бедный ребенок извивается в руках доктора, рыдает, кричит, ему действительно больно. И врач продолжает делать свою работу, потому что у него есть четкое понимание, для чего он это делает. И далеко не всегда помощь, она безболезненна. И то же самое и здесь с собакой. То есть иногда для того, чтобы привести собаку в чувство, нужно использовать какие-то достаточно жесткие меры. Мы живем не в мире розовых единорогов, и далеко не все можно сделать безболезненно. Есть вещи, которые требуют какого-то такого очень неприятного воздействия. Я видела непосредственно эту собаку, видела в работе, видела все изменения, которые стали происходить с собакой. Видела, действительно, насколько собака агрессивна, и насколько она может быть опасна не только для окружающих людей, но и для самих хозяев. То есть, как Екатерина, она показала очень профессиональную работу на самом деле. Она очень хорошо, тонко чувствует собакой, и все ее действия были настолько грамотными. И на самом деле у меня была даже радость за собаку, потому что собака начала раскрепощаться, она начала слышать хозяина, то есть ее в данный момент. Агрессивной собаке, увы, не редкость. И часто за неадекватной реакцией стоит неправильное воспитание животного. У меня собака, она подобрана с улицы. У меня еще собака, еще одна есть. Это мы подобрали с улицы, потому что щенок был или потерян, или брошен. И вот мы проявили такое милосердие. Когда собака попала к нам, на самом деле это очень проблемная была собака, очень агрессивная. Она кидалась на людей, на животных, на соседей. То есть, с ней гулять и ходить было просто невозможно. Естественно, возникали травмы, это возникали ссоры с соседями и все неудобства жизни. И когда мы попали к Екатерине на площадку и стали заниматься, когда она стала обучать, показал, что такое собака, как собака думает, как она чувствует, как она себя ведет, как корректировать это поведение. То есть, и через несколько месяцев собака превратилась просто в послушного, хорошего, меняевшего пса. Есть ряд принципиальных для меня пунктов, на которых я стою. Первое, что у собаки должен быть 100% хозяин. Собака не должна, как объект повышенной опасности, без хозяина бегать на улице. Не нужно собак делить на опасных или не опасных, бультипы, не бультипы. Нужно ввести достаточно жесткую ответственность владельца за действие своей собаки. И не важно, на поводке она без поводка пошла, навредила человеку, напугала штраф, покусала кого-то, еще больший штраф. То есть, у собаки должен быть хозяин, и этот хозяин должен нести за нее жесткую ответственность. Как с автомобилем? Сел за руль автомобиля, ты сразу становишься объектом зоны риска. Как говорит Екатерина, Слай далеко не первый агрессивный пес, с которым ей пришлось работать. Но с подобной волной негатива сталкиваться ранее не приходилось. Вы знаете как, я думаю, что последствия этой травли в самой травле. Потому что все эти обращения в рамках правового поля, опять-таки, они нашими саратовскими СМИ очень были перевернуты. Не генпрокуратура заинтересовалась моей работой, а так называемые вот эти вот люди, зоозащитники, так называемые, обратились в органы. Они обратились в генеральную прокуратуру, в администрацию президента, в ГУВД Саратовской области. Я даже все не перечислил, и, по-моему, даже в органы опеки о том, чтобы там, я так понимаю, ко мне приняли какие-то меры. И наши органы, они обязаны реагировать на вот эти вот все случаи. И в правовом поле, я не берусь сейчас выносить никакие вердикты, но с большой долей вероятностью, я думаю, что это заведомо действия, которые просто направлены на шумиху, чтобы были громкие, вот мы обратились, мы обратились. По факту, я думаю, что ничего не будет, но я не берусь выносить сейчас какие-то решения. Дождемся. Очень хочется дождаться решения правоохранительных органов. Я их обязательно публично озвучу, и мы уже тогда будем как-то это рассматривать с другой стороны.